Итак друзья, шестиступка газ. Сломалась у нас, будем сейчас разбирать, смотреть в чем причина. Все начинается с разбора корпуса. Выбор передач. Откручиваем плянец. Стопор ползунов откручиваем. Раз и два. Вот так крышечку. Сбиваем ее и вытаскиваем. Вот так вот. Далее откручиваем фиксатор ползунов. Он идет второй. Там шарик прям стоит. Также откручиваем заднего хода датчик и второй фиксатор. Вот так стоит такой же как и на обычной КПП. Сальник как и на обычной КПП. Все, крышку сняли. Регулировочное кольцо следом идет. Теперь отсоединяем наш корпус в задней части. И вот он отсоединялся. Никакого стопорного кольца здесь нету. Вот так все снимается. Итак, сейчас ищем сломанный зуб, который у нас вывалился. На промвалу обломанные у нас зубья. Вот и причина неисправности и шума в нашем КППП. Отключалось все хорошо, был просто шум. Ну и звуки посторонние естественно не воспроизвелись. Можно заменить шестерню отдельно. Подшипник надо будет обязательно снять. Либо же сам вал в сборе идет у нас. Деречного синхронизатора как на газоне. Ну это я уже рассказывал, что тут газонские синхронизаторы стоят. Также, друзья, хотел вам рассказать датчик у нас стоит вот тут вот. Вот у нас тут датчик такой. Вы, может, замечали, что он. Вопрос, кстати, вот. Для чего же вот этот датчик, наверное, задавались вопросом, болтается. А это завод газ придумал этот датчик для того, чтобы в дальнейшем, наверное, придумают мощную приборку. И у вас будет показывать на приборке, на приборной панели, в каком положении ваше КПП находится. Вот для этого. Возвращаемся к нашей шестиступке. Прошло две недели. Начали. Очень долго ждали запчасти, а именно вот эти вот детали. Вот они у нас идут. Это по ним ходит ползун. Именно из-за них у нас включаются две передачи. И вот они, накупили с запасом их. Артикул, если кому-то нужен. Также подшипники. Уже поменяли подшипник один. И этот подшипник, знаете от чего он? Он от газели, от редуктора, от заднего моста. Если будете его искать, вот он от редуктора. Вот, сейчас, значит, у нас тут была проблема кромвал. Зубья вот сломаны. Шестерню эту не нашли отдельно. Ее можно перепрессовать. Поэтому купили вал в сборе. Сейчас будем новый вал тоже ставить. А потом уже поменяем на ползунные фиксаторы. И уже продолжим. То есть, сейчас я вам покажу. Вот здесь появляется вот такая выработка. Вот, видим, есть здесь. И здесь. Здесь ее нет. Вот тоже небольшая есть. А здесь прямо она такая. Приходит, договариваться, что-то делать. Но это недолго ходит. Вот такое вот изобретение. Это, чтобы наша коробка держалась. Обычный диск, нексовский. И, чтобы вставить валы, берете вот стяжки, стягиваете. Они ставятся сразу два. А потом их просто откусываете уже здесь. И вот так вот их только можно вставить. Потому что по одному нему вы их не вставите. Здесь заходят синхронизаторы. Также там подшипники. Ну и все. Осталось просто закрутить ее. И можно выпускать на рейс. На этом наше видео будет заканчиваться. По запчастям. Промвал в сборе стоит 30 тысяч рублей. У кого трехсоставная, тут, наверное, теперь порадуется, сколько он стоит. Ну и вообще, в принципе, да. Запчасти на нее недешевые, можно так сказать. Вот. В принципе, на этом все. Самая главная болезнь это у них. Я уже показал, что. Вот. Поэтому закупайтесь сразу вот этой деталькой. Артикул я там тоже снял. Она очень важная. Она быстро стирается здесь. И потом получается, что у вас промеж вот здесь вот нее. Тут стоит шпоночка там. Я не знаю, наверное, сейчас не видно. Попробую, конечно, сейчас посветить туда. Подождите. Вот. Видим, шпонка тут у нас идет. Вот эта шпонка, она ходит по этому ползуну. То есть, когда вы поворачиваете, шпонка поворачивается сюда. Сюда включаются одни передачи, в этот ползун вторые передачи. Получается, у нас появляется выработка здесь. И у нас включаются сразу две передачи одновременно. Вот. Причина проблем включения двух передач. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok